Заречный районный суд сегодня поставил точку в деле седьмой школы. В зале заседания рассматривали коллективный иск педагогов. Напомним, учителя потребовали снять Валерия Бобнова с должности исполняющего обязанности директора. В этом деле разбираются уже два дня. Вчера на процесс пришли более 20 педагогов и сцов. Сегодня дело ограничилось только представителями сторон. Суд изучил несколько томов представленных документов и перешел в стадию прений. Назначение на должность некомпетентного неспециалиста повлекло за собой сразу же ухручение условий труда и обучение учащихся. Еще раз хочу сказать, что наши права конституционные, статья 44, нарушены. И мы просим суд восстановить это право и отменить решение администрации города о назначении Валерия Юрьевича, исполняющей обязанности нашего директора. То есть человек немножко такого мнения, что вот как я хочу, так должно быть. То есть как вот к частному чему-то относится, что у нас образование частное, может быть школа частная. То есть я хочу и все. Но есть определенные государственные требования, стандарты. Удовлетворение исковых требований в отмене распоряжения исполняющей обязанности главы администрации городского круга Заречный о назначении Бубна Валерия Юрьевича, исполняющим обязанности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского круга Заречный средней общеобразовательной школы номер 7 с углубленным изучением музыки и изобразительного искусства отказать. Мотивированное решение будет представлено сторонам 30 октября, после чего каждый из присутствующих сможет обжаловать это постановление в суде. А пока сторонам еще предстоит встретиться лицом к лицу на другом процессе. По иску бывшего руководителя 7 школы Ольги Лукиной. Заседание состоится 1 ноября. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Давайте деньги, а то порежем. Очередное громкое происшествие потрясло Заречный. Четверо злоумышленников вымогали деньги у несовершеннолетнего его пожилой бабушки. При этом угрожали ножом. Преступление произошло ночью 20 октября. Мы применили нож, угрожали применение насилия физического, с поля ножа. Похитили золотые изделия и деньги, которые пожилые женщины 27 года рождения. Оперативникам удалось установить и схватить всех нападавших. Ими оказались жители Заречного в возрасте от 18 до 23 лет. Имена и лица задержанных пока не разглашаются. Следователи выяснили, один из подозреваемых знакомый несовершеннолетнего потерпевшего. А это значит, что молодые люди шли на дело намеренно. Хотя и в состоянии алкогольного опьянения. Как рассказали сами задержанные, деньги им нужны были на алкоголь. Даже украденную цепочку они сдали в ломбард за тысячу рублей. Одного из подозреваемых на днях взяли под стражу. Суд решил, что на свободе злоумышленник может скрыться от следствия, повлиять на потерпевших или свидетелей, а кроме того совершить еще ряд преступлений. Ведь этот молодой человек уже несколько раз побывал за решеткой и освободился из мест лишения свободы всего две недели назад. С другими участниками событий сейчас работают следователи. В случае, если вину четверых злоумышленников докажут, в тюрьме они проведут от 7 до 12 лет. Накануне вечером зареченские спасатели достали тело утонувшего рыбака. Напомним, трагедия произошла в прошлую субботу на Белоярском водохранилище в районе базы Золотая рыбка. 38-летний мужчина перевернулся с надувной лодки. Спасательного жилета на нем не было. Мужчина попытался доплыть до берега, не смог. Отплыл слишком далеко. Тело погибшего человека удалось найти только на четвертые сутки. Причину смерти сейчас устанавливает суд медэкспертиза. Большая свалка уже вполне органично вписалась в ландшафт гаражного кооператива «Центральный». Некоторые зареченцы даже стали использовать ее в качестве ориентира. Здесь у нас динамично развивающееся предприятие «Контур» и со всей России машины идут. Им объясняют, да куча мусора и направо. Ну как бы это наш город, наверное, не очень красит. Появилась эта свалка год назад, когда отсюда убрали контейнеры. Новые мусорные баки поставили неподалеку, буквально в 100 метрах от этого места. Только до них отходы не доносят. Жители продолжают бросать мусор в привычное место, отчего свалка постоянно растет. Решить эту проблему взялась специально созданная административная комиссия. На прошлой неделе они вновь посетили эту свалку. По проведению проверки будет сделан вылаз. Будет найден правонарушитель, будет он привлечен к административной ответственности или нет. Если найдутся виновники, то они будут обязаны убрать данную свалку за счет собственных средств. Выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних прошло сегодня в Заречном. Правозащитники и правоохранители обсуждали вопросы соблюдения административного законодательства территориальными подразделениями ПДН. В сентябре в Южном управленческом округе проводилась проверка трех территориальных комиссий по делам несовершеннолетних на предмет исполнения административного законодательства, как мы исполняем административный кодекс. Проверка проводилась в двух комиссиях города Каминско-Уральского и у нас в Заречном. Проверяли прежде всего процессуальные документы, административные протоколы и постановления, изучали заведенные и приостановленные дела. Итоги проверки обсудили вместе с членами правительства региона и председателями областных и территориальных комиссий. В работе Зареченского отделения по делам несовершеннолетних недостатки были выявлены чисто технические. По словам специалистов, некоторые из них уже устранены. Мы видим положительную динамику в Южном управленческом округе и в целом работу можно оценить как положительную. Школьники вышли на Зареченские дороги. В преддверии осенних каникул юные инспекторы ГИБДД решили напомнить автолюбителям об осторожности. Здравствуйте, юные инспекторы Дорожного движения и школы номер один. Мы хотим вам напомнить, чтобы вы соблюдали правила Дорожного движения. За время акции юные инспекторы успели предупредить несколько десятков автовладельцев. А чтобы водители не забывали о правилах, школьники вручили им плакаты и календари. В ГИБДД отмечают, подобные акции уже стали традицией. Их проводят перед началом всех каникул. Этой осенью профилактические мероприятия продлятся вплоть до 11 ноября. Заранее спасибо всем, кто нас услышал. В одной из стен плавательного бассейна «Нептун» появилась огромная дыра, сообщил нам городской репортер Антон. Он уже не первый день слышит из окна своего дома звук перфораторов. Как мы выяснили, отверстие проделали строители, которые производят ремонт спортивного сооружения. Напомним, реконструкция бассейна началась еще на прошлой неделе. В этом году строители должны были обновить наружные стены, установить витражи и усилить фундамент. Стоимость реконструкции 40 миллионов рублей. Первый этап обещают закончить до конца года. Становитесь участниками спецпроекта «Городские репортеры». Подарки за интересные сообщения на этой неделе получают сразу два неравнодушных телезрителя – Евгений и Мария. Евгений принес нам кадры произвола от сотрудников ГИБДД. На улице Курчатова они устроили временную засаду для водителей. Свой автомобиль припарковали прямо на лужайке. Мария стала свидетелем яркого шоу в старом районе. Весь вечер фонари мигали из-за неисправного фоторелия. Евгений и Мария не растерялись и вовремя включили камеру мобильного телефона. За свои старания они получают сертификаты от магазина «Ласточка» на улице Таховская. Получить от нас подарок можете и вы. Не проходите мимо интересных событий, звоните и рассказывайте нам о жизни города. Наши контакты вы видите на экране. В предстоящую пятницу на регион будет медленно надвигаться обширный североатлантический циклон, закрывая небо полями облачности и небольших снегопадов. Однако в Заречном синоптики предсказывают ясную погоду. Температура воздуха ночью минус 2, утром на 1 градус ниже. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 2, а к вечеру опустится до нуля. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова